Бедность уточнить, доходы увеличить Бедность уточнить, доходы увеличить Дмитрий Медведев раздал поручения по итогам инвестфорума 1. Коммерсант от 26 февраля 2019 года, 18-14 Социальная направленность стала основой правительственных поручений по итогам инвестиционного форума в Сочи Из 18 распоряжений главы Кабинета министров только несколько касались непосредственно инвестиций В частности, порученная Минфину подготовка законопроекта о защите и поощрении капиталовложений Основная их масса посвящена расширению и уточнению критериев бедности, улучшению системы выплат социальных пособий и мерам по увеличению доходов населения Социальные аспекты активно обсуждались участниками инвестиционного форума, прошедшего в Сочи в середине февраля, СМ Твердый знак от 16 февраля Им была посвящена основная часть поручений правительства по итогам дискуссий Как сообщает сайт правительства, до 17 апреля Минтруду совместно с Минфином и Минэкономики поручено подготовить меры по совершенствованию системы государственных социальных пособий В том числе в части расширения применения критериев бедности, их также могут уточнить До 1 мая запланирован анализ структуры денежных доходов населения и определение мер по увеличению основных видов денежных доходов населения Результаты анализа сведут Минтрут и Минэкономики Вопросами дополнительного финансирования коммунальной инфраструктуры с износом Тем более 60% поручено заняться Минстрою, Минфину и Минэкономики Построением отдельной модели районной больницы со стопроцентным оснащением медицинскими изделиями и расходными материалами российского производства займутся Минздрав и Минпромторг Отдельное поручение посвящено программам по подготовке специалистов по лечебному делу Устранению дефицита обеспечения бесплатной медпомощью граждан и снижению показателей смертности Срок исполнения большинства поручений ориентирован на май-июнь 2019 года Ближайшей же по исполнению в правительственном перечне стала задача Минфину разработать проект закона о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации К послезавтра Отдельные поручения касаются сохранения неизменным общего уровня фискальной нагрузки по новым видам неналоговых платежей и сокращению контрактов с единственными поставщиками Татьяна Гришина Белый дом детализирует финансирование приоритетных мероприятий Правительство обновляет действующие госпрограммы, вписывая в них мероприятия нацпроектов Изменения в госпрограмме содействия занятости населения уже утверждены и касаются образования для предпенсионеров на 5 миллиардов рублей в 2019-2021 годах Также готовятся поправки в программу экономическое развитие и инновационная экономика В нее предлагается включить мероприятие сразу четырех нацпроектов и продлить ее до 2024 года с одновременным увеличением финансирования вдвое С 871 миллиарда рублей до 1,6 ТРЛН рубль Это позволит Белому дому привязать исполнение требования майского указа Владимира Путина к существующей бюджетной конструкции Читать далее